Цифровой евро уже в работе. Вчера управляющий совет ИЦБ одобрил начало подготовительного этапа. И кто же об этом говорит? Да никто. Потому что в очередной раз, пока все внимание сосредоточено на абсолютно шокирующем, разрушительном и взрывоопасном конфликте на Ближнем Востоке, в мире вокруг нас происходят масштабные и критические изменения, которые для многих людей окажутся сюрпризом. Я уже неоднократно говорил о том, что конечной целью здесь является создание цифровых валют центральных банков, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, в Китае, Европе, Индии и России. И сейчас мы видим, как Кристин Лагард из Европейского Союза срывает маски. И это происходит на фоне того, что биткоин преодолевает многолетний нисходящий тренд на недельном графике. Золото буквально взрывается, хоть и до биткоина, признаться, ему еще далеко, как и всем остальным активам в этом году. Ставки по ипотекам впервые с 2000 года превысили 8%, а отчуждение жилья выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о количестве недвижимости, которую отбирают кредиторы банки у населения. Оно выросло на 34% за год. Иными словами, мы живем в абсолютно экстремальные времена, и цели очень ясные. В этом видео я расскажу, что именно происходит сейчас под прикрытием войны. Ведь события вокруг биткоина – это раздувание паруса. Причем такого раздувания никогда в истории не было. Мы наблюдаем рождение настоящего момента для биткоина, чтобы он, наконец, засиял. И, честно говоря, это может быть единственное золотое окно, которое есть у людей, чтобы зайти в биткоины и криптовалюты, пока не стало слишком поздно. Потому что в определенный момент, когда биткоины и криптовалюты достигнут критической массы, близкой к миллиону долларов за биткоин, будет уже слишком поздно. И я считаю, что те, кто сейчас все еще находятся в криптовалюте, уже готовы к самым важным изменениям в истории экономики, которые мы когда-либо переживали. Давай разберемся в этом. Но прежде чем мы перейдем к фактам и новостям, не забудь поставить лайк. Это очень помогает продвижению видеороликов, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также это очень помогает в моей миссии, чтобы как можно большее количество людей проснулось. Итак, самое главное изменение нарратива наблюдается вокруг спотовых биткоин ETF. И оно случилось после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США отказалась обжаловать решение суда в деле против Грейскейл. Кроме этого, вчера комиссия SEC сняла обвинения создателей и Ripple. Послушай Гэри Гэнслера, его речь полностью отличается от того, что мы слышали раньше. И это удивительно. Суд еще продолжается? Или вы не подавали апелляцию? Мы не подавали апелляцию в прошлую пятницу. То есть вы еще можете апеллировать. Но вот что у нас есть, чтобы зрители понимали. У нас не одна заявка. У нас 8 или 10 заявок, которые рассматривает наш персонал и комиссия. Это биржевые продукты для биткоина. Гэри сразу же перешел от неподачи апелляции до... Слушайте, у нас очень много заявок на биржевые продукты для биткоина. А затем он включил режим профессора, как когда-то в MIT. Это уже не тот Гэри, которого мы слышали раньше. Он теперь рассказывает о процессе принятия биткоин-этиэфа. И звучит это намного более дружелюбно, чем раньше. Он перестал быть агрессивным. У него есть куча заявок, которые они рассматривают и пытаются принять решение. Одобрить сразу все или отклонить. Биткоин будет в виде цены бумаги. Он будет чем-то вроде биржевого продукта, который будет храниться и торговаться на множестве биржах акций. И заявки на это у нас на столе. Я не могу пока говорить о результате, но есть 8 или 10 заявок, которые мы рассматриваем. Это большое количество. И на этом рынке сложились определенные ожидания. Было бы интересно, какая заявка получит решение первой. Или это будет массовое решение сразу для всех продуктов. Если вы одобрите одну, значит и все остальные сразу же будут одобрены. Я не могу судить. Но персонал комиссии работает над многочисленными заявками. Итак, Гэри говорит, что комиссия работает над многочисленными заявками. И мы больше не слышим, что криптовалюта это мошенничество. Что биткоин это манипуляции. Мы больше не видим, что сек ставит палки в колеса с потового биткоин-этфа. Что мы слышим? Это то, что персонал комиссии работает над каждой заявкой. И мы знаем, что BlackRock намерены добиться запуска. Они плотно сотрудничают с сек и постоянно адаптируют заявку по их требованиям. Но также и Grayscale биткоин официально получили разрешение от суда на преобразование биткоин-траста в спотовый биткоин-этф. И сек не апеллировала это решение. У Grayscale уже есть 600 тысяч биткоинов, что даст им преимущество перед другими в поиске клиентов. У нас также есть заявки от Fidelity, VanEck и Vanguard. Их огромное количество. VanEck, например, управляющий активами на сумму более 70 миллиардов долларов, уже готовит всех к огромному количеству биткоин-постов, говоря, что они терпели целых 7 лет. Итак, мы знаем, что крупнейшие финансовые институты в мире собираются начать продвигать биткоин. Они хотят выиграть. Они хотят занять лидирующие позиции, потому что биткоин – это новое цифровое золото. А мы вступаем в ситуацию, похожую на 1970-е годы. Или, например, на 2008-й. Например, потому что количество недвижимости, которую конфисковывает кредитор, просто взрывается на 34% по сравнению с прошлым годом. И экономика становится хуже, а не лучше для обычных людей. Посмотри, например, на это. Если ты не замечаешь огромного фактора, который прячется в комнате весом в триллион тонн, то я укажу на него. Это искусственный интеллект. Амазон собирается испытать здесь человекоподобных роботов, чтобы, цитирую, «освободить персонал». Да, они пытаются освободить персонал от работы, потому что им не нужны все эти люди, которые, грубо говоря, носят коробки туда-сюда. Так Амазон планирует закупить 750 тысяч роботов. 750 тысяч людей потеряют работу. Дело в том, что будущее человеческого труда в глазах огромных корпораций выглядит иначе. И переходной период к этому будущему будет сопровождаться массовыми увольнениями. И мы уже видим, что наступает время, когда, например, собственное жилье практически невозможно себе позволить. Способ, с помощью которого большинство людей могли переживать трудные времена, это перезакладывание жилья. Но при таких высоких процентных ставках они не могут этого сделать. Ведь раньше это было 2,5%, а сейчас 8% и даже выше, в зависимости от твоего кредитного рейтинга. Но даже так люди берут на себя еще больше дорогих долгов, которые в итоге их раздавят и уничтожат их финансовое положение. На этом фоне биткоин преодолевает свой многолетний нисходящий тренд. Посмотри, какая свеча. И это на недельном графике. А вот график золота, который уже вырос выше предыдущего пика в 2011 году. Правда, на графике мы наблюдаем фигуру тройной вершины. Причем точно такую же мы видим и на биткоине. Она может приводить к большим коррекциям. Но если и биткоину, и золоту удастся преодолеть ее, это будет экстремально позитивным сигналом, если эта фигура не сработает. Если же на фоне взлета биткоина и золота распродажа акций продолжится, это будет сигналом для людей, которые видят, как падает их капитал в акциях и как растет биткоин. Кроме этого, если рынок жилья лопнет, как в 2008, а мы уже видим звоночки, то люди будут чувствовать, как уменьшается и их капитал в недвижимости. А при этом золото и биткоин будут расти. Сам понимаешь, какое фома они испытают по отношению к биткоину и золоту. Это идеально вписывается в теорию, которую представил Диджиан Спартан, уже очень старый инвестор в биткоин. Он пишет, моя теория заключается в том, что жизнь просто эволюционировала со временем, а ее уровень сложности становился все сложнее. Идея того, как победить в жизни, тоже эволюционировала. Базовое ожидание – работать полный рабочий день. Но чтобы вести образ жизни высшего среднего класса, к дополнению к этому нужно хорошо инвестировать. Это был ответ на вот этот твит, в котором говорится, что основные проблемы связаны с тем, что стоимость жизни слишком высока. Она намного превышает зарплату и даже стоимость доллара. Поколению Z и даже миллениалам будет сложнее выйти на пенсию, чем их родителям. При средней зарплате многим придется работать до самой смерти. Кто-то посчитал, что в США, например, ты не сможешь выйти на пенсию, даже если будешь зарабатывать 250 тысяч долларов в год. В других странах тоже есть свои подсчеты. Крайне сложно купить свой дом. В среднем тебе нужно от 3 до 5 миллионов долларов, чтобы выйти на пенсию в США. И это будет не роскошная пенсия, а просто комфортная. Но большинство людей из поколения Z и миллениалов не смогут накопить такие суммы. Потому что большинство из нас живут от чека к чеку, от зарплаты к зарплате. Как ты в итоге соберешь эти миллионы? Единственный способ сделать это, это инвестировать и приумножать свое богатство. Именно так устроена наша денежная машина. Существуют разные виды активов, акции, недвижимость, товары и теперь криптовалюта. И они накапливают богатство. Они растут по отношению к доллару, в то время как покупательная способность доллара и любой другой фиатной валюты падает бесконечно. Если ты не понимаешь, что такое денежная машина, ты навсегда застрянешь в этих крысиных бегах, в этом хомячем колесе. И прямо сейчас тебе необходимо понять, что для того, чтобы иметь хоть какой-то суверенитет над своей жизнью, нужно инвестировать. Конечно, это риски. Но не существует возможности пойти по безрисковому пути. Выбрать путь без риска означает выбрать гарантированный проигрыш. Так ты точно гарантированно проиграешь, если не будешь пытаться выиграть. К сожалению, это переводит весь мир в разряд спекулянтов и азартных игроков. Конечно, мы можем делать это с умом, но в любом случае это спекуляция. И это также единственный способ выжить и процветать в этом мире. Ведь те, у кого активов не будет вообще, останутся позади. Например, в Калифорнии предлагают вести то, что называют безусловным базовым доходом. Богатые люди не хотят зависеть от ЦВЦБ и базовых доходов. Они не хотят зависеть от государственных подачек и будут инвестировать в деньги свободы. Свободные деньги, такие как биткоин и другие вещи, которые они могут контролировать и над которыми они могут иметь суверенитет. И под словом «они» я имею в виду людей, а не правительство. Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, называет биткоин «валютой свободы». И если говорить о суверенитете, то, как я уже сказал, ЦВЦБ наступает, прикрытый туманом войны. Он придет в то время, когда люди будут в самом отчаянном положении и будут больше всего нуждаться в подаянии. ЦВЦБ и безусловный базовый доход и станут таким подаянием. И люди примут эту новую, безумную, цифровую, контролируемую и программируемую форму денег. Потому что они будут в ней нуждаться. А условия нуждаемости правительство создают прямо сейчас. Послушай. Цифровой евро уже в работе. Вчера Совет ЕЦБ одобрил начало подготовительного этапа. Это будет путешествие, и мы пройдем его вместе с законодателями. Все европейские институты будут задействованы для того, чтобы убедиться, что Европа оснащена валютой будущего. Наличные останутся. У вас будут все варианты. И наличные, и цифровые деньги. Что же это означает для вас? Для потребителей она будет бесплатной и простой в использовании везде в зоне евро. Все это, конечно, зависит от законодательного процесса. Наличные или цифровые. Выбор будет за вами. Конечно, у тебя будут все варианты. Наличные или цифровые деньги. И не важно, какая это будет валюта. Без разницы. Не важно, какая страна. Это будет везде. Но что делать, если у тебя мало наличных? Что делать, если тебе не повезло, и у тебя просто нет больших сбережений? Что ж, новые цифровые евро, доллары и рубли придут на помощь. Но как ты думаешь, легко ли будет конвертировать их обратно в наличные? Ну, конечно же, нет. Это билет в один конец. И я считаю, что они будут стремиться сделать людей настолько зависимыми от них, насколько это возможно. И это часть системы контроля. Мы уже видим это. Массовая цензура. Мы наблюдаем массовые изменения, спрятанные за войнами в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. И в то же время они вносят масштабные изменения в то, как будет работать мир. Да, это неизбежно приведет к столкновению мира цифровых валют центральных банков и мира биткоина и независимых криптовалют. И возможно, это будет приводить на краткосрочных движениях к каким-то падениям цены. Но я убежден, что богатые люди не хотят, чтобы их контролировали. А значит, спрос на свободные деньги обязательно вырастет. И как говорил Кеннеди, биткоин – это свободная валюта. Что будет, когда безусловный базовый доход будет введен повсеместно? Проблемы инфляции никогда не будут решены. И те, у кого будут активы, получат непропорционально большую выгоду. Мы просто должны обладать соответствующими активами, чтобы извлечь из этого выгоду. И я считаю, что нет лучшего актива, чем биткоин, и не будет в ближайшем времени. И, конечно же, вместе с ним в движение придет и вся остальная криптовалюта. Просто посмотри на это. Биткоин достигал 30 тысяч долларов, и альткоины не оставались в стороне. Например, Солана вырастала до 30 долларов за последние 24 часа. И это не стало откровением для меня, потому что мы с тобой уже несколько недель подряд видели потоки капитала из фондов, которые инвестировали в цифровые активы, и Солана для них была выбором номер 2 после биткоина. Поэтому, конечно, когда биткоин взрывается, он не делает это в одиночку. Будет куча альткоинов, которые превзойдут его. И ты даже не представляешь, насколько я возбужден тем, что нас ожидает в ближайшие годы. Как только криптовалюта отделится от основной экономики и станет параллельной, тогда и начнется настоящее веселье. Это станет началом новой эры, новой экономики всего инвестиционного и свободного мира. Биткоин-цунами приближается. Но меня зовут Богатий Ищи Ди, и увидимся в новых видео. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!